В рамках рабочей поездки сенатора Виктора Лисковича на заседании в Московской администрации совместно с депутатским корпусом были обсуждены важные вопросы. Во главе угла стоял вопрос безработицы, тех или иных слоев населения. На втором месте рассмотрены идеи новогоднего украшения Московского района города Бреста. Ну и на завершение обсуждение реализации программ патриотического воспитания населения и молодежи. Различные формы и методы, которые сегодня используют в идеологической работе, в патриотическом воспитании людей, они должны быть неформальными, а они должны идти от сердца. Они должны быть своим примером, показывать и готовить людей, молодежь к взрослой жизни. Свою страну надо любить. Родители и страну не выбирают, они даются нам, Богом, один раз. Встречи представителей депутатского корпуса и администрации Московского района, а также других представителей комиссии по содействию занятости проходят в городе над Богом довольно часто. Задача каждого – дойти до незанятого в экономике гражданина и оказать ему содействие в трудоустройстве, а также разъяснить, что плательщики жилищно-коммунальных услуг, не занятые в экономике, должны будут возмещать экономически обоснованные затраты на газоснабжение и теплоснабжение в полном объеме, а это очень немаленькие суммы. Работы комиссии по содействию занятости у нас ежегодно рассматриваются на заседании администрации, где подводятся итоги работы нашей комиссии. И у нас в целом-то по Московскому району, по тех, кто не занят в экономике, цифра-то плюс-минус в районе 20 тысяч населения. При этом, если там немножко было еще год назад, наверное, 2 300-2 200 людей коммунно считается коммунальные услуги повышенной в размере, то сейчас немножко это количество людей тоже подросло, там больше, порядка 3,5 тысяч людей. Третья и немаловажная тема для обсуждения на заседании – новогодние украшения и праздничные мероприятия Московского района и города Бреста. Ни для кого не секрет, что всего полтора месяца отделяет брещан от самого зимнего и волшебного праздника – Нового года. И пусть на календаре только конец осени, подготовка Бреста к торжеству потихоньку начинается. Если говорить о подготовке Московского района к Новому году, у нас уже будет установлено 8 елок. Открытие елки Московского района будет проходить 20 декабря, уже запланировано этого года. Планируем тоже про это сегодня будет обсуждаться вопрос о том, чтобы в новогоднюю ночь в двух местах Московского района тоже провести, скажем, музыкальное сопровождение на елках. Это у нас предполагается у торгового центра «Экватор» и по улице Рябиновой, там у магазина «Санта», который расположен, там угол Себровской Рябиновой, тоже предполагается, что будет музыкальное сопровождение с часу до 4 утра. Такие заседания совместно с председателем постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктором Лисковичем будут продолжены.